В 6 стихе написаны такие слова «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Вот полстиха этого я прочитал. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Почему так написано, когда можно найти Его? Разве не всегда можно найти Господа? Сегодня Писание говорит, что день спасения и лето благоприятное, то есть время взыскать Господа. А почему сказано, когда можно? Значит, есть и такой период, или такое время, когда нельзя искать, не взыщешь уже Господа. Когда начался потоп, разве люди, живущие, не видели бедствия? Разве они не взывали к Богу с покаянием, чтобы спастись? Или когда произошел в Содоме и Гаморе дождь огненный и серный, когда ангелы вывели семью Лота, то его дочери остались, детья остались в этом городе. Лот их уговаривал выйти, «Но они не поверили и не пренебрегли Его словам и насмехались над Ним. Что ты говоришь? Куда? Зачем мы будем выходить?» Но когда пришла эта беда, когда гнев Божий излился, тогда уже было поздно просить о покаянии. А сегодня вот мы имеем время взыскать Господа, потому что сегодня Он близок к нам. Он близок к нам. Он желает слушать всякого человека, который обращается к Нему с покаянием. Вы знаете, Писание говорит, что Бог грешников желает спасти. Да, они противятся Божьей воле. Да, они не живут и не приняли закона Божьего. Но наш Бог есть Бог, человеколюбивый и много-много милостивый. И милость Его не имеет границ для нас сегодня. Он сегодня призывает каждого и всякого. И Иисус Христос сказал, «Придите ко Мне все, труждающие и обремененные». Он не говорит, «Придите ко Мне, праведники!» «Придите ко Мне, святые!» «И удалитесь от Меня, грешники!» Он так не говорит. Он грешников призывает к покаянию. «Ибо сегодня время покаяния для земли. Мы имеем мирное время. И это милость Божья, поскольку Он еще дает нам времена, такие благоденствия для нашего спасения. Поэтому и мы собрались сюда для того, чтобы взыскать Господа. Взыскать Господа от всего сердца, от нашего разума. Значит, взыскать для чего? Для того, чтобы наследовать Его спасение, Его благословение. Потому что мы – Его род. Он наш Творец. Признаем мы это или не признаем. Но Писание говорит, что от одной крови Он произвел весь род человеческий. И Он есть Создатель наш. Поэтому Он сегодня желает нам, как мы читаем во Второзаконии, написано, «Избери жизнь, чтобы жить». Избери жизнь, чтобы жить. Он предлагает нам сегодня жизнь. И мы весьма благодарны нашему Богу за Его великие милости. Это есть любовь Бога Отца. Потому что Он желает нам спасения и нам блага. И поэтому, по этой причине, мы собрались здесь и, вставши на наши ноги, принесем благодарение нашему Господу, что мы имеем еще это время благоприятное и день спасения. Аминь. Антуратинна Ратана, Унина Ратуратин Туратана, Благословен Господь, и имя Твое благословенно. Господи, Ты велик в силе, в могуществе и славе Твоей. Боже святый, слава Тебе и благодарение Тебе, Господь. За время мирное и благоприятное, Господи, слава Тебе за возможность нам быть вместе в доме молитвы, чтобы принести вечернюю жертву хвалы уст наших. Хвала и благодарение Тебе, Господь и Бог наш, Божий, как велика Твоя милость к нам человеком. Господь, слава, слава Тебе. Аллилуйя Тебе, Бог всемущий, хвала Тебе, царь царей и Господь господствующий. Да будешь Ты прославлен и благословен и в нашем общении. Господи, Отец наш небесный, по великой милости Твоей мы имеем право сегодня иметь общение здесь все вместе у ног Твоих вокруг Твоего божественного слова. Господи, Ты оставил нам этот путеводитель в небо, в Слово Твое, Божие. Мы весьма благодарны за милости Твои, которые мы получаем каждый час, каждую минуту, Господи, с каждым биением и стуком нашего сердца, Господь Иисус. Ибо Ты так мудро устроил, Боже, каждого из нас и вложил в нас, Господи, разум, чтобы мы могли различать добро от зла, Божий Святый, и слышать голос Твой, голос нашего Спасителя и Создателя. Отец небесный, благослови наше общение сегодня, благослови Слово Твое, которое будут читать братья проповедующие. Господи, вложи Духом Твоим Святым в сердце наше, Божье, чтобы открыты были уста для словословия и прославления Тебе и сердца для принятия семени Святого Твоего. Господи, благослови каждую душу и каждое сердце. Дай нам Твой спокой, который Ты обещал, Отец небесный. Да будет имя Твое прославлено Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Перед початком нашого зібраня всі загальним співом будем співати Псалом. Він є любов, жде Тебе, Він Твій Бог. Він є любов, Слава Богу, и Духу Святого Твоего. Він є любов, так життя. Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Він є любов, так життя за Тебе. О, Божий, Субтитры подогнал «Симон» 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 Братья и сестры, это слова Иисуса Христа, И он дает нам пояснение и говорит, что много было в Израиле, но ни одной не был послан Илья, только ковдовився Репту Сидонскую. Ви помните тот случай и время, когда Ахав царював, когда беззаконие в стране, в Ярусалиме, в других местах, оно расширилось настолько. И Бог допустил так, что когда Илья говорил ему, но не хотел слушать, и мы читаем место писания, это в царстве написано таки слова, что Илья помолился Богу, и небо не дало дождя три года и шесть месяцев. И я прочитаю это место, где написано это в 17 главе 3 книга царств, и сказал Илья в Тесвитянин и жители Галацких Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, всі їх годы, не будет ни роси, ни дождя, разве только по моему слову». И вы знаете, когда это все стало, все оно иссохло трава, не было такой ежи, не было воды. И пришлось пророку Илье идти дальше, и говорит так слово Господне. И пошел он, 5 вирш, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Хорафа, что против Йордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Стань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине вдови кормить тебя». Братя и сестры, это забота нашего Господа у раба Господня. И когда он приходит до этой жены, и когда он говорит с ней, и она ему сказала такие слова, я ниже прочитаю. Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, и немного масла в кувшине, и вот я наберу Полина два дров, и пойду, и приготовлю это для себя, и для сына моего съедим это и умрем». И сказала ей Илья, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой приснак для меня, и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после». Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, «Мука в катке не истощится, и масло в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дощ на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья. «Ми бачимо, что Господь прокормил цю вдову, прокормил и пророка Илью, и вы знаете, до этого часу, пока дождя не было, он ця мука и то масло не убивало. Я думаю, что сегодня Господь и нас хочет накормить в этот вечерний час. Він хочет нас благословить, Він хочет утешить нас и допомогти нам. У нас есть за что переживать, вы знаете. Я был понеделок на собранном молодежном, и часом думаю, дивлюсь, стараемся, помогаем один одному, нуждаемся в том, чтобы мы и наши дети служили правильно и четко нашему Господу. Братя и сестры, старшие особенно, матері, батьки, я прошу вас в своем имя Господа, чтобы мы всем сердцем нашим отнеслися до своих детей, мы их народили, мы их привели в свет, мы хотим, чтобы они были с нами в царстве. Я думаю собі, что вы все того божаете, но вы знаете, насколько сегодня бывает, разные толки идут, разные слухи идут, но нам нужно служить Богу, и нам нужно служить Ему нелицемирно, нам нужно служить преданно Ему и молитве нашей стоять перед нашим Господом. Наши дома, наше богатство, наш уют, наши все украшения домашние, ничего не будут стоять, они только будут для нашего осуждения. Сегодня, вы знаете, втрачаем мы все средства, направляем то, чтобы красиво все было, чтобы хорошо все было, а душа наша и душа наших детей пропадает. Я хотел бы, чтобы мы в цей молитве просили Господа, Боже, вступись и допоможи нам. Нема послушания часом. Часом пришла дитина, заглянула, развернулася и пішла. Ему не интересно молодежное собранье, ему интересно куда сходить. И вы бачите, какие последствия тих людей, которые сегодня ходят не тими путями, которыми нужно ходить. Хай Господь збереже нашу молонь, збереже наших детей, дарует нам единодушно служить Богу нашему и Иисусу Христу. Вы знаете, когда эта вдова мала цей последний хлеб, мала цю муку и масло, и вы знаете, как бы мы поступили, когда в нас, но она поступила так, послушалася слов пророка Господнего. И когда ее пророк сказал, она сразу сделала вперед для Ильи. Я думаю, что как бы я сделала, когда у меня остальное для кого-то, человек Божий. Но она то сделала. Братя и сестры, хай сегодня Господь допоможе нам в этой молитве, вертаючися до нашего Бога, и прославить Его имя Святое. Будем нуждаться в том, будем служить Господу. Братя и сестры, сегодня в нас вечерние собрания, особенно недельние вечерние собрания, на сколько угасают, потому что нема наших молодых, нема наших детей. Мы часами не знаем, наши, может, дети обманывают. Мы, может, думаем, что они в друзей, а они в таких друзей, где не положено. Будем проверять, будем нести ответственность, потому что великая ответственность на нас, в батьках. Я думаю, что как может людина спать, как может той батько спать, когда его дитина прийдет в 2-3 часа ночи. Друзья и други, исправим свои дороги, направимся перед нашим Господом молодь, други, большие брати и сестры, други старики, старушки, будем стоять в проломе за наших дітей. И я читаю таке место, где написано, у 138-му псалм, псалмопевец описывает эти слова, и нам каже такие слова. Я их прочитаю перед нашою молитвою, и мы склоним наши колена, и прославим чудного нашего Господа, Иисуса Христа. Наш Господь все бачит, все знает. И написаны такие слова 15-м виршом. Не сокриты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утроби, заради ж мы видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одно из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Станули и счастливы их, но они многочисленные песка. Когда я пробужаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечистивого и удалитись от меня кровожадное. Они говорят против тебя, нечистиво, суетно, замышляют враги твои. Мне ли не возненавидят, не невидящих тебя, Господи, и не вознушаться восстающими на тебя. Полною ненавистью ненавижу их враги, они мне. Испитай меня, Боже, и узнай сердце моё, и испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направ меня на путь вечный. Хай Господь, испытывающий сердца, испытает наши сердца и допоможет нам в нашей жизни нам служить нашему Господу. Братя и сестры, давайте в молитві цей принесем славу нашему Господу и склоняем наши колена, а Ему слава, хай будет на веки. Аминь. Вечный, великий, добрый и благословенный Бог, Аллилуйя, святый и праведный, и милосердный Господь, я дякую тебе за твою, я тебе дякую за твоё добро, за твоё милосердие, Иисус наполни вірою наше сердце. Я благодарю тебя за счастье дарованою тобою, я тебе славлю моего вечного Бога, Иисус, ты нужен нам, Иисус, помоги нам, Господь. Мы бачим утратить, и бачим, Господи милосердный, всі подвиги. Я прошу тебя, благослови Господь, укрипай Господь, Аллилуйя, народ твій наполни вірою, любовью и твоим благословением, Господь, и хай будет чудна любов твоя и сила твоя и помощь твоя в народе твоему. Славлю тебя за жизнь твою, я славлю тебя за истину твою, Господь. Я тобі дякую за доброту твою, я тобі дякую за твоё милосердие, Господь. Останься з нами, Аллилуйя, Аллилуйя, і благослови нас, батьки. Дай нам мудрости, дай нам розумно проводити время, дай нам в жизни нашей достойно величати имя твоя и силу твою, Господь. А тоби нашему великому Богу, хай буде слава, хай буде имя твоего веки, благословя на Иисус, наполнен Духом Святим. Укрепляй нашу віру, церковь благослови, служителям, братям, благослови Господь, и наполнен Духом Святим. А тобі вічна слава, хай буде наш великий пастырь, Господь. Твої божественні руки вибручаюся, тобі обожаю прославити чудного Бога і Ісуса Христа. Слава тобі. Наполняй, укрепляй, допомогай, Господь, милосердний, і дай Твоє врачество, дай силу народу Твоєму, і бальзам Твоїй, Господь, дабы в жизни, в віре мое прославлено, ім'я Твое. Славлю Тебя, живий Господь, наполний народ Твою любов'ю, вірою, молитвою, Господь, Твоїм бажанням, і хай в нашій жизни ми прославим Тебя чудного нашого Спасителя і Ісуса Христа. Амінуя. О, Дурь Божий, укрепи, благослови, наполний, а Тобі честь, слава, амінь. Великий, добрий, благословяний Спасителю наш, предстоїмо перед Тобою вся наша Церква, наш народ. Ми з малими і великими стоїмо перед Тобою. Господи Великий, Ти знаєш, що ми не можемо оправдатися перед Тобою. В нас є багато чого такого, що ми не можемо оправдатися. Но ми бажаємо з вірою предстояти перед Тобою і просити милості Твоїх, Господь, на наше собрання, на наш хор, на наших дітей і на наших маленьких. Я, Господь, прошу Тебя, ради великої милості Твоїй, взглянь на нас і допоможи нам. Я нуждаю в Тобі, Господь, даруй мудрості братям, даруй мудрості батькам, матерям, Господь Милосерний, а також і нашу молодь з охорони, підростків наших, діток наших, Господь. Хай вся наша церква, ми сердечно Тебе прославимо і возвеличимо нашого доброго Бога. Даруй нам більше зазнаватись в Боже при Тобою, служити нелицемірно, правильно, Господь, допоможи нам цьому Спасителю нас. І в чому ми зробили провинно при Тобою, ти нам прости, Господь, і в цей вечір приблизься к нам, Духом Святим посіти наше собрання і прибудь з нами, проповедуючи братів, ти наповни любов'ю і вірою, і хай народ твій прославить Твоє святе ім'я, Боже святе, де нас звідка прийшла о смерті цього хлопця, юноши, брата Андрія Кузьміча. Дорого Ісус, благослови цю сім'ю, утіши, Господь, це велика сім'я, і как нуждаються вони в Твоїй помочі, Господь. Боже, наші юноши, наші дівчата, Господи святи, хай ходять дорогами правди, хай вони служать Тобі, живому Богу. Дорого Ісус, допоможи нам, і нам, братям, служителям, допоможи, дай нам мудрости, Господь, інколи ми не можемо все побачити, але Твої очі все бачать і все знають, Господь, вийди навстрічу Твоїму народу, спасай, Господь, мене середний, і дай, Господь, віру, дай силу і поміщ Твою, і ми Тебе прославим і в цьому собранні, хай буде вічна слава Тобі, Отцу і Сину, і Святому Духу. Амінь. Зараз були загальний спів, після загального співу сестра Галія заспіла, Апсалон. Зараз були загальних спів, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Друг, припомни, сколько в жизни раз Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Добры создавал DimaTorzok Добры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 О, люди! Пора пробудиться от кошмарного, страшного сна. Душа ваша так же томится, как когда-то томилась моя. Блуждала я в мире погибшем, и счастья искала порой, Но все мне казалось лишним, и вот я с разбитой душой. Куда не пойду я, все полностью обман и позор, И правды святой, драгоценной, не видел печальный мой взор. Мне люди до счастья не могут, куда обращаться за ним. И я обращаюсь к Богу, но где же, и он невидим. Иду я в красивое здание, где золото много блестит. О, как там красиво, роскошно, свечей как-то много горит. Там Бог не один вседержитель, их много, не счетно святых. Пред ними искадилом служитель в блестящих одеждах своих. Стою я там и молюсь, о Господи, сними бремя с души моей, Сделай душу ты мою свободной, своей любовью согрей. И вот окончание служения я тяжести, скорби полна, Душей не найдя утешенья с печалью, домой я пришла. И стала я мир ненавидеть, с презрением гляжу я на свет, А мысли, а мысли роятся, пугают. Ах, Бога, наверное, нет. Но вдруг услыхала я вести, что где-то есть церковь жива. И для любопытства лишь только, поверьте, немедля туда я пошла. И что же я слышу о Боге, что Он есть Творец наш живой, И Дух Его дышит, где хочет. Христос, наш ходатай святой, Пришел Он на грешную землю, На крест пригвожден был за нас, Омыл нас причистою кровью, От гибели души нам спас. Тогда я поняла, что я блуждала в обмане позора и греха. В тот день спасенья возжаждала усталая душа моя. Но что же случилось со мною, Я не могла тогда понять, Своей измученной душою, И не могла я слез унять. И вдруг, о чудо, Удивление всей тяжести не стало той, И мир, покой, успокоенье Мне дал Спаситель чудный мой. Друзья, придите, Всех зовет Христос, Наш Господь и наш Творец, А если зовсей оттолкнете, Вас ждет ужаснейший конец. Итак, пока еще есть время, Придите все к Его ногам, Сложите все грехи и бремя, И так свободна будет вам. Аминь. Слава Господу! Слава Богу! Бог нам допоміг до цього часу, И мы благодарны нашему Господу. Я дякую Богу за цей час, Что мы маем, Потому что мы на цьем месте Можемо чути Слово Божие. И это Слово, Воно говорится до наших сердец, Для того, чтобы мы его складали В своем сердце, Берегли и выполнили. Я прочитаю место из писания, Где написано в Иване Гелии В Иване, У четвертого раздела, Такая история, Мы ее добре знаем. Я ее все и читать не буду, Но хочу деякие места прочитать. Четвертий раздел, Четвертий вирш. И нужно было Самарии ему переходити. Отож, Прибывая он до Самарийского места, Что звется Сихар, Недалеко от поля, Який Яків був дав своему сыну Йосипову. Там же была Яковова креница. И Иисус, Дорогою зморений, Сев отак край креницы. Було около години десь шостої. Надходить ось жінка одна З Самарии набрати води, А Иисус каже до неї, Дай напитись мені, Бо учни його Видійшли були в місто, Щоб купити поживи. Тоді каже йому Самариянка, Як же ти, Юдеянин, Бувши, Та просиш напитись від мене Самариянки, Бо юдеї не сходяться із Самариянами. Иисус відповів І промовив до неї, Коли б знала ти Божий дар, І хто той, Хто говорить тобі, Дай напитись мені, Ти б у нього просила, І він тобі дав би живої води. Слава Богу! Дорогі брати і сестри, Ми є у ніхтого, Хто може дати воду життя, У нашого Господа Ісуса Христа, Який ми є щасливі, Тим, що Він є на цьому місці. Можливо, ми не задумувалися над тим, Але ця Самариянка, Яка йшла набрати води, Уже там, Куда вона йшла, Там сидів Ісус І чекав на неї. Ми прийшли на це місце, Але Ісус вже чекав На кожного із нас. На цьому місці Він був перший. І Він готовий дати мені і тобі воду життя. Але залежить від мене і від тебе, Чи ми є спрагнені тої води, Чи ми є спрагнені Його Слова, Тому що Його Слово лунає і в цей вечір До мого і до твого серця, Тому що Він хоче нас утішати, Навчати. Він хоче це зранене серце полікувати, Ці рани перев'язати. Він хоче нас дорогою життя вести. Чи ми є готові сприймати Його Слово, І чи ми готові сприймати цю воду життя? Ви знаєте, цей час нам Бог дарував, І ми повинні цінити цим часом, Що Він нам його дав. Я би хотів прочитати ще і згадати Таку історію, яка була ще в Старому Завіті, Тому що це слово, воно є і для мого серця, Для моєї душі. І я хотів би ним поділитися із вами, Тому що це слово є для народа Божого також. Це є записано у книзі чисел, В 14 розділі. Я хотів би згадати цю історію, І за те, що ця історія, Вона говорить про ізраїльський народ, Про цей народ, який Бог великою силою, Могутньою силою вивив з Єгипту. Він їх виводив, І великі знамена і чудеса робив для них. Но ці люди були неблагодарні. І Слово Боже нам згадує про них, І каже, пам'ятайте про них, Щоби ці всі приклади, Все, що з ними сталося, Щоб нам було, як для прикладу, Щоби ми такі не були. У 14 розділі і в першому вірші говориться так, І зняла зойк уся та громада, Та й заголосила, І плакав народ той тієї ночі. Ви знаєте, якщо так цінити По самому першому вірші, Який говориться тут, То просто ми не знаємо, Чого ці люди плакали, Але якщо далі читати, Ми зрозуміємо все. На перший погляд, Коли людина плаче, Чи сокрушається, Це є непогано, Але треба розібратися, Чого вони плакали, Чого вони зняли цей зойк, Чого вони цієї ночі не могли спати, Що з ними сталося. І якщо ми перед тим Почнемо читати цю історію, Ми все зрозуміємо. Тому що був час, Був час, коли в Ізраїлі Бог так сказав до Майсея, Каже, Вибери достойних мужів, Достойних мужів, Ці люди не були прості, Вони були достойні. Їх вибрали як найкращих, 12 чоловік, Від кожного племени, Вибери їх, І пошли їх у розвідку, Що вони пішли, І розвідали цей обіцяний край. І ось вони послухалися, Вибрали цих 12 людей, Щоб вони пішли у розвідку, Щоби розвідати весь цей край. Ви знаєте, навіть на сьогоднішній час, На весь світ славиться Ізраїль тим, Що в цій країні, Вони славляться тим, Що в них дуже добре розроблена Оця система розвідки. Багато країн учаться від них, Вони все розвідують, Все знають, Всюди шпіонять, Все можуть взнати за кожну країну, Тому що вони хочуть бути напереді всього. Бог їм дає цю мудрість, І багато країн від них цього учаться. І ось в той час, Коли Бог сказав до Майсея, Цих 12 людей пішли, Щоби розвідати обіцяний край. І вони пішли туди. І їм цей край сподобався, Дійсно, дуже гарний край, Що тече молоком та медом. Їм дуже сподобалося там. Навіть вони побачили, Тому що був той час, Коли приносилися плоди виноградного плода, Вони зрізали цю гілочку, Одна людина не могла її нести. Вони двоє взяли на жердину, І двоє несли цього виноградний плит. Настільки цей край був гарний. І цей край Бог приготував для ізраїльського народу. Приготував для того, Щоб народ Божий міг війти туди. Але було одно но. Було те, що в цьому краї були люди, Які заселили цей край. І ці люди були дуже сильні і дуже жорстокі. Вони були велетні, Вони не боялися, вони могли воювати. І оці розвідники це все побачили. Це достойні мужі, яких вибрав Ізраїль. Вони це все побачили. І ось, коли вони вірнулися назад, Вони почали розказувати все, як було. Але одно є одно но. Це в 32-му вірші. В 32-му вірші говориться так. Не всі 12, тому що ми знаємо, Що двоє людей, Вони не були разом з тими десятьма. Але ці 10, 32-й вірш говориться так. Вони пустили між ізраїльовими синами Злу вістку про той край, Що розповідали вони йому, Про нього говорячи. Той край, що ми перейшли по ньому, Щоб розвідати його, Це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, Люди високі на зріст. І там ми бачили велетніх, Бачили велетніх синів Енака, З роду велетніх. І були ми в своїх очах, Немов та сарана. І такими були ми в їхніх очах. Ми бачимо, що ці люди, Які розвідали обіцяний край, Запустили між Ізраїлем злу вістку, Або по-російськи говориться, Плохую молву. Це не то, що є проста інформація, Чи новина, Одна яку сказали новину, І все, і нею поділилися. Вони між народом почали розповсюджувати Отаку злу новину, Почали людей настроювати. І ось цією новиною, Цією злою вісткою, Вони настроїли людей, Що люди не могли спати. Люди всю ніч плакали, Ревіли і казали до Майсея, Де він є, Тому що вони казали, Для чого ти нас вивів у це місце, У цю пустиню, Щоб ми тут загинули. Вони почали нарікати І на Майсея, і на Бога. Ви знаєте, цей народ, Цей народ, Він не заслужив того краю І за того, що вони не оцінили Дарів Божих. Вони не оцінили цього. Я би хотів сказати, Настільки на сьогодні є важко для нас, Християн, Які ми живемо на цій землі, Але Бог нас веде в обіцяний край. Не в той край, Який розвідували оці розвідники, Але ми знаємо, Який край для нас приготував Господь. Ми знаємо, куди ми йдемо, Куди ми стремимося, Куда стремиться наша душа. Але є в народі такі люди, Які можуть давати погану інформацію, Або злою молву. Погану молву можуть розносити, І руки людей можуть опускатися. Ви знаєте, це є недобре і погано. Коли розповсюджується погана інформація, Чи погана і зла молва. Коли щось погане тільки почув, Чи на служителя, Чи на якогось, може, брата, Чи сестру, І давай скоренько за нього розповсюджувати Дальше і далі і далі, Щоби всі бачили, Чи всі чули, Ох, який він є поганий, Чи яка вона є погана. Розповсюджувати цю злу молву, Погану молву за народ Божий. І в людей руки опускаються, І собі думають, Чи я правильно роблю, Чи я правильно поступаю, І людина у вірі розбивається. Настільки є важко кожному із нас Пільнувати і в серці своє, Своє не допускати цих новин, Які є погані, Чи можливо неправдиві. Настільки є важко кожному із нас Довіратися Господу І слідувати за ним. Настільки є важко для нас Допомагати слабому братові Чи слабій сестри. Та той брат чи та сестра, Яка є знеможена, Які є тяжко, Її потрібно допомогти І руку простягнути, Щоб їй було легше йти Цією земною долиною. Но не стоїть її побивати, Не стоїть в її сторону кидати каміння. Потрібно їй допомогти. Потрібно молитви нести за таку душу, Щоб їй Бог допоміг, Щоб вона піднялася. Хай нам Бог цьому допоможе. Ми бачимо з цієї історії, Що ці люди, 10 відважних людей, Які розвідували цей край, Вони вирішили пустити погану молву Між Ізраїлем для того, Щоб не війти і не піти туди. Но вони хотіли розрушити плани Божі. Божі плани не були такі, Тому що Бог їх хотів туди ввести. Бог знав, що там є ці люди, Які є сильні, які є велетні, Які будуть сопротивлятися. Але ці люди, 10 чоловік, Вони рівняли цих велетнів до себе. Вони собі думали, Чи ми зможемо їх перемогти, Чи ми не зможемо їх перемогти. Але зато ці двоє людей, Халев син Єфунеїв і Ісус син Навинів, Які не були такого духа, Як ці 10 чоловік, Вони були другого духа. Вони не мірили цих велетнів до себе. Вони не думали собі, Чи ми зможемо їх перемогти, чи ні. Ні, вони мірили до свого Господа. Вони знали, що за ними є Господь. Що з ними буде йти Бог їхній, І Він буде їм допомагати. Він їм допоможе війти в цей обіцяний край. Він дасть їм перемогу в їхньому житті. Він допоможе їм перемогти їхніх ворогів. Тому що вони мірилися не до себе, А мірилися до Господа. Настільки людина в цьому житті, Коли зустрічає випробування, Собі думає, чи я зможу це перейти, Чи я зможу це перемогти. Людина на себе покладається. Настільки є важко покладатися на Господа, Щоб Бог є сильний допомагати. Бог є сильний провести, Їй дати перемогу у твоєму і моєму житті. Бог є сильний. І тому ця жінка-самарянка, Яка прийшла до цього колодязя, Вона не знала, що там є Ісус. Вона не знала, що там чекає їй той, Який дасть їй життя і спасіння. Вона собі думала, Піду, як завжди, Наберу цієї води, І буду назад вертатися. Можливо, кожен із нас, Ми собі приходимо на це місце, І маємо свої плани, Свої думки, Подібно, як вся самарянка. Но коли вона зустрілася з Ісусом, Її плани помінялися. Вона вже не думала за земне, Чи не думала за те, Як вона цю воду, Яка в цій криниці буде набирати, Вона получила воду в життя, Яку їй дав Ісус Христос. Настільки є важко для нас, Щоби наше серце було відкрите Для нашого Господа, Щоби це в серце вливалася жива вода, Яку дарує для нас наш Господь. Тоді ми будемо приймати слова із неба, Які нас будуть підкріпляти, Нам сили подавати, Щоб ми могли пройти цією земною долиною, І вірність для Господа зберегти. Він є сильний нам допомагати, Він є сильний провадити і захищати, Він є сильний наші серця утішати. Як є приємно Богу такому служити, І своє серце для Нього відкривати, Щоб Він робив свою роботу в нашому житті, Щоби нас використовував для своєї слави. Хай нам Бог у цьому допоможе. Йому, тільки Йому, хай буде вся слава і честь, Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. 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 случается у кого-то горе вот среди церкви нашей, то в эти минуты особенно ощущается, что мы на самом-то деле семья одна. Как-то так вот боль пробивает сердце, и есть на самом деле оправданная грусть расставания. Хочется молиться, чтобы Господь утешил те, кто несет эту потерю земную. Я тоже в какой-то мере не знаю, чрезвычайно, наверное, чувствительный человек. И помню случай из детства. Мы жили недалеко от кладбища, где-то 100 метров буквально. Мне было лет 5-6, наверное, и хоронили молодую девушку, ее убрали в свадебное платье. И я видел это. И настолько мне было жалко, что я, наверное, неделю убегал куда-то, плакал, и мне так было ее жалко. И однажды я так это пошел сам на кладбище, туда, где ее похоронили. И там плакал на этой могилке. Но пришла одна старенькая бабушка, это было католическое кладбище, и говорит, что, деточка, что ж ты тут плачешь так? Я говорю, жалко, вот такая молодая девушка и умерла, похоронили. Она говорит, да ты не понимаешь, сынок, она же на небо вошла. Ты видел, как ее красиво одели? Потому что ее Иисус встречал. Так это по-детски объяснило мне. И знаете, даже тот момент в детстве как-то переломал мое мышление. С нашей стороны, когда мы смотрим, это уход. Но когда мы смотрим глазами Бога со стороны неба, то это вход в небо, в двери вечности. Я всегда очень остерегаюсь и хочу предупреждать всех верующих, остерегаться, допускать даже мысль, что кто-то заслужил там наказание от Бога, вот так случилось, потому что, потому что и прочее, прочее. Мы знаем, что из жизни уходят служители нежданно, трагически, как Дэвид Вилкерсон, как брат Виктор Панько, когда-то в Минске, ревностный, горячий служитель, в свое время везли литературу с Москвы, в Библии был дефицит, погибли, как другие случаи. Но самое главное, дорогие друзья, все, молодежь, хотя об этом в молодости не думается, помните всегда, будем всегда знать, что есть врата неба. И Господь Иисус Христос, Он сделал все и сегодня делает только одно, чтобы люди входили во врата неба. Иногда нам кажется, тот или другой не вошел, а Бог как-то так что-то сделает, что и вошел. Не зря говоришь, что когда придем на небо, три чудеса увидим, как тот, который должен был на небе быть, и нет его. Как тот, который не должен был бы быть на небе, а он там. Ну и третье, знаете, да, как я сюда попал. Пусть Господь поможет и утешит эту семью, будем молитвенно поддерживать. И пусть Господь поможет нам всем видеть отверстие врата неба, как бы нас жизнь не вела. В моей семье, то есть в нашей семье, мы тоже пережили горе, сестра моя родная, 27 лет ушла из жизни. Очень короткая и тяжелейшая жизнь. Но снова-таки хочу благодарить Господу за моего отца, которым я видел такую веру, что даже в эти минуты он единственный был опорой всем. Вот и маме нашей, и у нас два брата, он был единственной опорой, который стоял так твердо, я не мог понять как. И я понимаю, это вера. Это глаза веры, которые видят небо, которые видят, как Господь ведет туда каждого человека, за которого молятся, или который молится. Пусть Господь и нам поможет пройти этот путь и быть с Христом в небесах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добрий 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 И дальше апостол Павел говорит, не сетуйте, братья, друг на друга, не преузноситесь один над другим. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Не будем счастливиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. И апостол Павел в послании до Фессаленекийцев, 4 глава, 1 послание Фессаленекийцев, 4, 6, говорит, как бы, подчеркает, чого мы не можем так. Одна из причин таких основных, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и користолюбиво, потому что Господь, Мститель за все это. И если мы поступаем не так, как Слово Господь нас учит, забороняй нам, каже, Господь Мститель за все это. И я хотел бы, чтобы мы смотрели ось это, что можно или не можно делать ось в этом сотворенном мы, люди, по образу и подобию Божьему. Что это не просто перед нами ближний наш брат или сестра, что это творение Божье, которое сотворено по образу и подобию Божьему. Читаю еще одно место Слово Господнеца Иакова, 3 глава, с 5 стишка. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык, огонь, прекрасно неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, украшается и украшено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца и проклинаем человеков сотворенных по подобию Божью. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. И, наверное, вы все согласитесь со мной, что самая большая среди нас верующих людей, самая большая зла происходит через наш язык. Самая большая горя, слез, проблем всякого рода, когда происходит через язык. И это не проблема в нашему языку. Мы все это понимаем и знаем, что проблема в состоянии сердца человека. И бывает всякому, знаете, в жизни нашей, когда мы живем по-разному, бывает, возможно, это состояние сердца, а, возможно, не по бодрству, возможно, не хватило мудрости. Что-то сказал, не было достаточно информации, пусти в какую-то худую молову, не знаючи. И мой ближний страдает от этого. И слово Господне учить, и наставляет нас в этом, и подкажет, что многословие не избежать греха, говорит. И говорит, да будут слова ваши, да, да, нет, нет. И знаете, одного разу я пригадую такий случай в моем жизни, когда я рассуждал над этим словом, в Місце Писание, давно уже я делал на заводе. И я рассуждал над этим, и знаете, Господь коснувся моего сердца, я начал вспоминать, возможно, я когось обидал, возможно, с кем-то поступил неправильно, я стал пригадывать свою жизнь, я стараюсь припомнить, че я десь так не поступил. Я начал каяться перед Господом, и пришло те веяние тихого ветра в сердце, и пришло те мир, и спокойствие, и умаление, и слезы бегло, я не обратил внимания на окружающих рабочих вокруг, а сокрушался перед Господом. И пришло те таки от Господа веяние того ветра. Как важно проверять жизнь свою, какие мои отношения, чи я бодроствую в своих словах, что мой язык произносит не просто на человека, а на человека, созданного по образу и подобию Божьему. Евангелие Матфея, с 5 глава, с 22 стишка. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя суде, а суде я не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Я и ми ближний». «Коли, рассуждаючи через Слово Божий, дивися, одинаково ми сотворені. Мій брат, сестра, ближній мої, ось тут в церкві ми сидимо, одинаково сотворено по образу, подобію Божему. Однаково ми дорогі в очах Господніх, однаково за нас умер Господь, однаково нам прощене гріхи, я ничим не лучший за мого ближнього в очах Господніх». «И ось уявіть собі таку картину. Я шо-то поступив неправильно з братом своїм. Чи то наговорив, чи то клівітав, чи то щось някше поступив. Буває, ну, в разні причини, якщо я прийшов, заладив, це слово Господнє говорить, остався, йдеш до Господа, остався, заладь з братом, тоді приходь. Але якщо я обманувся, я знаю, що брат шо-то має проти, я обманув і пішов до Господа. Я йду до батька ось цього ближнього, брата і сестри. Той Батько Небесний є мій батько і його батько. Я обходжу ось цього брата, йду до цього батька ось цього брата і кажу, Батче Небесний, батько, мені так треба тобі, Господь, я так нуждаюсь тобі, батько. Я, мені треба і той, і другої, твоя ограда, твоє здоров'я, твоє благословіння, ось так, скільки мені всього треба. А стоїть син і дочка ось цього батька і плачуть на стороні від моїх дійствий. Яка буде відповідь, Господня, на мою молитву? Щоб ми подивилися і провірили своє життя. Можливо, це одна з причин ось тих, чого я вже довгий час не получаю ответи на свої молитви. Так, Господь милостивий, навіть якщо я з братом щось не так не поступлю, то Господь являє мілость, каже, ось того льна, курящого не угашу. Даєте каплю благословеній, аби готов проліться дощ. І я у них просто отказуюсь, через те, що я не наладив, остав, каже, все, іди до брата, примирись, наведи порядок, приходь. І тоді Господь розсудить, і Господь дасть відповідь свою. Апостол Петро звертається до дітей тих, що називають себе дітьми божими. Апостол Петро звертається до тих, хто називає себе християнами. Він звертається до тих, які називають себе віруючими, і говорить. То ви, прилагає, як всіму, все старання, покажите віри вашій. Що показати? Чи я гарно співаю? Чи я, може, гарно молюсь? Чи я гарно проповідую? Покажіть. Добродєтель починає, перечисляє і все, і в кінці говорить. Покажіть братолюб'я і любов. Ось покажіть в віри ваші свої відносини між собою. Щоб окружаючий народ побачив вас. Ваші відносини. Побачив ось ця любов, ось ця подняте знам'я. Щоб вони побачили ось ці окружаючі народи. Моє відношення з ближнім моїм. І сказати, да, це особний народ. Це особний народ, який не числіться між цим народом. Вони побачили і познали, що ученіки його, моє Господні. Вони побачили в нас цей образ і подобає частіць образа Божія в нас. Щоб ім'я Господнє славилось в цьому. Щоб вони могли сказати, да, я теж хочу мати такого, служити такому Господу. Хай поможе нам цьому Господь. Щоб ми бодрствували в своїх, стояли на стражі і провірили своє життя. Можливо, брат мій обіжаний, щоб заладить його, щоб бути услышаним перед Господом. І нехай буде ім'я Господня благословенне. Амінь. Амінь. Я попрошу всіх встати. Заспіваємо загальним співом. Час горя та журби, я лину до Христа. Заспіваємо загальним співом. Амінь. Заспіваємо загальним співом. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал, Симон. Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Но вы в род избранный царское священство. Народ святый, люди взяты его дел, дабы возвышать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Прошу, возлюбленные, вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Те слово воно сьогодня до нас говорится. И воно хочет, чтобы мы были живыми для нашего Господа. И тут каже, как живые камни, устрояйте из себя Дом Духовный. Братя и сестры, хай поможет нам Господь, чтобы мы достигли, пока же Господь определил для нас время. И это время и милости Господа нашего Иисуса Христа. И каже, если вы уже в другом послании говорите о цих словах, и мы их прочитаем, давайте. Не медлит Господь, 9 стишок 3 глава, не медлит Господь исполнением обетованием, как некоторые почитают о медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Не медлит Господь. Господь говорит через слово своё. Він и говорив. Колись в древние времена, вы знаете, говорив. И до ноя, до потопа говорив Господь. И ноя говорив людям, что прийде потоп. Говорив. И долго терпит, ждал от людей, чтобы люди остановились на путях своих. Долго терпит. И мы читаем, что и сегодня Господь долго терпит нас. Он не хочет, чтобы мы погибли, но чтобы мы могли вечное життя. Он хочет, чтобы мы могли уйти чистыми, святыми и непорочными в царство его, в церковь его. И потому, как нам тут и говорят, каже, ци слова. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И 15-й стишок каже. И долго терпение Господа нашего почитайте спасением, как его злюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорил об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудоброзумительное, что невежды и не утвержденный к собственной своей погибели, превращают, как и прочие писания. И так мы, и так вы, возлюбленные, будучи предварены усим, берегитесь, чтобы вам не увлечься с заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати, в познании Господа нашего, спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Хвала нашему Господу, братья и сестры. Мы сегодня, почувши Слово Божие, много мы слышали в песнях, мы сами спевали, много братья нам говорили Слово, читали, размышляли мы на Словом Господнем. Давайте будем жить по тому Слове, про яке говорили нам апостоли, про яке мы чуем, проповедуем, говорим, и хай Бог нам поможе. Так говорит Слово Господне. Воно время от времени, и мы читаем, проходит это время, и жизнь наше проходе, но Слово Господне пробивает вовек. И если так все это разрушится, то какими должно быть? Святий в жизни благочестяй вам, ожидающим и желающим Дня Божия. Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обетает правда. Братя и сестры, мы на земле, где бы мы ни были, мы есть на земле, вы знаете, странниками и пришельцами. Мне приходилось быть в Израиле, вы молились, я дякую Богу, что Бог и благополучно повернул меня из всей страны. Были на местах, святих местах, там, где ходили апостоли, Иисус Христос ходил по этих местах, и мы группой, тут еще есть друзья, которые были, но я хочу сказать, братья и сестры, мы на земле, апостоли ходили, Иисус Христос ходил в Єрусалиме, но Він вознесся, апостоли уже в Господа, но мы ожидаем, мы ожидаем, слово Господнее говорит, что мы ожидаем нового неба и новой земли, на которой обетает правда. На земле нет правды, на земле грех кругом панует, и в Израиле, и тут, и кругом есть грех. Нема такого, чтобы где-то какой-то уголок, где бы греха не было, кругом есть грех. Но прийдет время, как написано, небеса и земля вернутся, как звиток, земля и дела на ней сгорят, так говорит Слово Господнее. Но мы, будучи христианами, поверивши Слово Его, то, что сказал Иисус, то, что говорил Господь, поверивши Слово Его, мы имеем вечно жизни, за что слава нашему Господу. И потому будем хранить оцю благодать, которую даровал нам Господь. Будем служить тут, на земле, и в вечности, когда прийдет Иисус Христос за церковью Своей. Еще хочется прочитать, где говорит апостол Павел, особенно до нас, языческих, оцю слова. Я думаю, мы знаем их и не раз читали, где так говорит Слово Господнее. Иисус Христос за церковью Своей. 9 глава с 27 стишка об Израиле. Хотя бы сыны Израилю были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивается скоро, решится по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не обманывал, оставил нам семени, то мы сделались бы как судом и были бы подобны гуморы. Что же скажем? Язычники, искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиле, искавший закон о праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не по вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень приткнувения. Как написано, вот полагаю в сионе камень. Приткнувение, камень соблазна, но всякий верующий в него, не постыдится. Слава нашему Господу. Вот на чому мы основываем нашу веру, на камне. И кто цей камень, братья и сестры? Это камень наш Иисус Христос. И всякий, кто бы то ни был, чи он еврей, чи он язык, мы его телом, и Иисус Христос. И за всех была оплачена одна цена кровь Аганца и Иисуса Христа. И потому мы маем сегодня шанс приходить до него в любой час, как до священника, который сидит на небесах. И он является хадатой Нового Завета. Так говорит Слово Господне. И мы поверили, и мы убедились, что он действительно спаситель мира Христос. Потому что Бог благословит и поможет нам всем достигать праведной веры, жив будет. Так говорит Слово Божие. А кто поколеблится, кто мне благоволит душа моя. Это для нас есть евангельское наставление такое, чтобы мы могли спасаться через Иисуса Христа. И приходя к мне, Иисус сказал, я не выгоню вон. О, слава нашему Господу. Братя и сестры, мы будем заканчивать собранье. Дорогие брати и сестры, просим понести на руках молитвы Назара Тищенко, у якого сегодня день народжения. Мы желаем Божьего благословения на его життя, на его жизни, для всякой работе, которую он так щиро выполнил в церкви. Дякую вам, друзья. Прошу церковь, просим у церковь помолиться за сына, чтобы Бог дав ему милость для покаяния. Батьки просять. Мы видим, что есть нужды, а сегодня, как мы слышали, есть милость Господня, которая сегодня кличет всех людей прийти до него. Церковь Христова, очень прошу, помолиться за моих детей и унуков, чтобы покаялися и прославляли Бога. Просить мама и бабуся. Дорогая церковь, прошу помолиться за спасение сестры Ири, чтобы Бог допомогла подняться. Вона находится в очень тяжелом состоянии. Будем молиться, братья и сестры, будем нуждаться, будем нести тягори друг друга. Бремя, воно є, легкое это бремя, когда мы будем разом нести, каже, носи тягори друг друга и таким образом мы выполним закон Христовый. Так говорит Слово Божие. А це є бремя наших друзей, кого-то діти, кого-то батьки, кого-то сусіди, близькі, еще не знают Господа, но они нуждаются, просят, чтобы церковь молилась, а мы будем молиться за них. Тут еще один браток, брат каже, меня зовут Роман, я хочу покаятися перед Богом. Если есть покаяние в души, и ты чувствуешь, брат, что тебе необходимо, Господь сегодня приглашает. Ты можешь выйти и покаяться, наперед сюда. Может, еще у кого есть нужды, вы можете сказать, братья, выйдут по молодости. Будем молиться. Будем молиться, чтобы Бог повернулся счастливо из Украины. Может, еще кто-то что-то мает сказать. Я дякую также, что вы молились, церковь, на нашу дорогу туда и в обратном пути, и мы бачили успех во всем. Можно позже, можно больше, что рассказать. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня шукали Господа, как мы слышали слово Господне. Ищите Господа, когда можно найти его, и призывайте, когда он близко. Сегодня Господь приглашает. Может, еще кто-то есть такой, который вважается, в жизни что-то его держит. Одна мысль каже, иди, покайся, другая еще придерживает. Послушайте, те же мысли, яка говорит, иди сьогоднее, потому что слово Господне говорит сьогоднее. Если вы почуете голос, не ужистучите сердце ваших, не ужистучите. хай Бог поможет нам, братья и сестры, будем молиться. вот, если нет больше нужды, то все сказали, то давайте преклоним, колена наша, и помолимся. Иисус, я дякую тебе за ту велику милость, яка была на Голгофе, ага, 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 иисус, ага, Субтитры создавал DimaTorzok Добры 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 создавал DimaTorzok 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 Господи, Аба, Отче, так много есть. И Иисус, врагов, которые, Господи, препятствуют народу Твоему. Боже, дай им познать Тебе, единого Мессию, который пришел уже Ти, Господи, чтобы они могли понимать волю Твою. Боже, благослови весь народ, благослови церковь, благослови, Господи, семьи народа Твоего, благослови дітей, благослови, Господи, цю семью, которая, Господи, великую потерю. Господи, будь ж тільки Ти можеш силен потішити їхнє серце, потіш брата Андрія, потіш його дружину, родину. Боже, великий Бог, хто може потішити в такої великої утраты, Боже, да прийде помощь и утешение Твое. Иисус, сохраняй семью народа Твоего, сохраняй дітей наших, чтобы они были покорны воле Твоей, послушанием истины через Духа, чтобы они могли очиститься, освятиться, Боже, великий, чтобы они были покорны своим батькам и Иисус, матерям. Поможи, Господи, Боже, и все остальные нужды, которые, Господи, я прочитал, которые вы сказали. Да прийде помощь от Тебя, Господи, мы верим, что Ты сделаешь больше, не желая мы просим и помышляем. Да явится слава Твоя и сила Твоя могущества. Да прийде помощь от Тебя, Господи, Боже, чтобы обновился народ Твоей в силе Твоей благодати, чтобы церковь Твоя могла возрастать, чтобы Дух Святый мог діяти в церкви народа Твоего. Ава, Отче, да прославится имя Твоя. Аллилуйя Тоби, Иисус. Дякуем Тоби за служение, которое, Господи, допомогло нам быть в цьому служении. Чути слово Твоя, Господи. Хай имя Твоя будет прославлено. Хай это слово, которое мы слышали, было вируем в нашем сердце, чтобы оно могло принести плод в нашем жизни. О, будь возвеличенный и прославленный наш Бог, Отец, Синный Святый Дух, по веке. Аминь. Хочи наш, что живешь на небесах, нехай святится имя Твоя, нехай прийдет. Хочи наш, что живешь на небесах.